Первый раз оказались в новом городе? Никого не знаете? Есть простое решение. Встречайтесь с единомышленниками. У нас в гостях эколог из Симферополя. Добрый день, Сергей. Расскажите, чем вы занимаетесь? Здравствуй, Егор. Я руководитель Центра развития экологических инициатив «Сеятель». Это большая организация, у которой есть несколько разных проектов, и которая, кроме своих проектов, пытается развивать инициативы разных обычных людей. Школьников, студентов, просто обычных активистов на тему экологии. Поделитесь вашими самыми успешными проектами. У нас несколько проектов, которые были реализованы уже, и можно как-то говорить об их итогах. В прошлом году у нас был большой проект, назывался он «Школа общественного озеленения», где мы собирали всех людей, которые занимаются у нас в городе посадками и озеленением, и обучали их делать это правильно. У нас были специальные преподаватели из университета, которые знают, как это делать. И большое количество людей смогло научиться правильно сажать растения, правильно их выращивать и ухаживать за ними, чтобы у нас город был зеленый. Какие проекты вы бы хотели реализовать в будущем? Ну, вот видишь, мы сейчас находимся в пункте приема. Это такое место, куда люди приносят свое вторичное сырье. То, что можно переработать, не выкидывая на свалку. Он немножко у нас маленький, не хватает нам все время места, чтобы принимать все больше и больше отходов. Частично все-таки людям приходится на свалку выбрасывать. Поэтому в будущем у нас проект расширить этот пункт, чтобы он был большим, стационарным, чтобы там, кроме пункта приема, можно было организовать музей мусора, магазин экотоваров, эко-кафе, место, где бы люди могли собираться и общаться на экологические темы, друг друга обучать и просвещать. Вот такой примерно у нас есть план. Как начинающий школьник может достичь вашего уровня в профессии? Ну, если он горит этой идеей, если ему нравятся вопросы, связанные с бережным отношением к природе, то он может начинать просто с самых простых вещей, с раздельного сбора. Вот, допустим, может дома отделять крышечки, да? Крышечки сейчас очень много где принимают. И сдавать их на переработку – самый простой вариант. Крышечки, макулатура, бумага. Какие пути решения экологических проблем вам видятся? Такой сложный вопрос. Пути решения у нас все лежат через просвещение людей, я так считаю. Чем больше грамотных людей будет вокруг в нашем обществе, тем быстрее мы найдём эти пути. Какие направления науки требуют развития в сферах, которыми вы интересуетесь? Ну, основная сфера, которой мы сейчас занимаемся – это вторичная переработка ресурсов. То, чтобы из того, что считается мусором, можно было сделать новый товар, чтобы он не выходил из цикла. Дайте совет себе школьнику, если бы была машина времени. Себе школьнику. Присмотрись к себе внутри и почувствуй, чем тебе в жизни хочется заниматься, чтобы не тратить лишнее время на то, чем ты не будешь заниматься в жизни. Задайте самому себе вопрос, который вас интересует. Порассуждайте и сами же на него ответьте. Сам себе вопрос. Чем лично я могу помочь тому месту, где я живу? Вот такой вот вопрос. Порассуждайте и ответите. Будет примером для окружающих, чтобы они могли смотреть на тебя и повторять твой опыт, делать такие же поступки, совершать. Тогда мир вокруг будет меняться лучше тоже. Что люди и власти делали для того, чтобы отношение к природе становилось более бережным? И есть ли сейчас такое отношение? Оно, наверное, отношение может быть и есть, но в реалиях его не видно. То есть не видно в Сочи, видно, что они, везде стоят у них мусорницы, там пять раздельных видов. Но это все было сделано к Олимпиаде, поэтому я не знаю, насколько оно функционирует. Мы не вникали там в систему обращения за входами, поэтому ничего не могу сказать. Вот в Москве, да, в Москве и Московской области я знаю точно, что это работает, что региональные операторы отвечают за этот процесс, и вплоть до того, что они там и штрафы накладывают, и следят, в общем, за тем, чтобы эта система вводилась, внедрялась и работала рационально. Еще очень большая проблема у нас постоянно по Крыму с особо охраняемыми природными территориями. В свое время, в период, когда Крым был в составе Украины, эти территории успели растянуть по частной собственности. И сейчас получается странным образом, что внутри особо охраняемых природных территориях есть части территории, принадлежащие частникам. И на этом всегда сложности получаются. Так у нас с Фаровским парком вышло, что там начинается, ведется застройка, которая там не должна быть, которая нарушает все нормы. Также у нас по территории Севастополя частенько происходит, ну, в общем, во многих частях Крыма. Вопрос с особо охраняемыми природными территориями стоит остро. А в Крыму есть промышленные предприятия, которые загрязняют воздух? У нас в Улан-Удэ это ТЭЦ. Хотелось бы узнать, в Крыму или есть такие? У нас есть промышленные предприятия на севере Крыма, есть еще содовый завод, завод красок в Армянске, есть порты у нас в Керчи и в Севастополе. Но поскольку Крым все-таки у нас позиционируется как рекреационная зона, наша основная большая бета это, конечно, свалки и мусор. На всей территории Крыма сейчас нет ни одного мусоросортировочного комплекса. Территория Крыма, в принципе, по площади, как территория Московской области, в Московской области их уже около 12, а у нас пока нет ни одного. Поэтому вся наша двухпоточная система, которую нас уже ввели, она упирается в то, что второй бак едет на ручную сортировку к оригинальному оператору. В обычном ангаре там их сортируют, нет никакой производственной линии. Когда нам будет, пока неизвестно. Что нужно делать властям? То, что зависит именно от них? Или что бы вы сделали, если бы завтра стали губернатором или мэром? Ну вот у нас, получается, замкнут цикл. Чтобы заработала мусоросортировка, на предприятие должно поступать большой объем вторичного сырья. Чтобы он поступал, люди должны его доносить до контейнеров. Ну, то есть разделять, грубо говоря. Но пока люди не будут уверены в том, что их вторичное сырье идет не на свалку, а на перерабатывающие заводы, они не сортируют. То есть сначала нужно им поверить, что это все идет куда надо. А оригинальному оператору, который этим занимается, подтвердить. И, ну, как бы не имея нужных объемов, он не может подтвердить. А люди не могут поверить, пока он не подтвердил. Поэтому получается замкнутое кольцо. Чтобы его разорвать, нужно одновременно бить с двух сторон. Оригинальному оператору заниматься просвещением, подтверждать статус того, что вторичное сырье перерабатывается. А людям просвещаться и доносить его до контейнеров. И рубрика «Свободный микрофон». Скажите, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Егор делает очень правильную вещь. Смотрите его, вдумывайтесь, повторяйте, делайте по-своему, но в этом же направлении. И я хочу вам уручить небольшой презент, подарок. Ух ты! Это наклеечка. Спасибо огромное. И магнитик на паладинник. И столичных материалов. Все, как мы любим. Было приятно иметь с вами дело. Взаимно. Спасибо. До встречи. Удачи. Хрупкая экосистема Крыма в надежных руках. Большие и добрые проекты под силу людям с огромным сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok